Дневной разворот В составе, в котором они были в прошлый четверг Пригласить снова, потому что очень много городских тем Которые мы не успели обсудить Итак, наши гости Светлана, представишь гостей Татьяна Черезова, депутат Кировской городской думы Пятого созыва, Александр Семакин Заместитель и председатель Кировской городской думы Пятого созыва и Владимир Журавлев Почему все время Пятого созыва? Действующая еще дума, да? Владимир Журавлев, действующий депутат Кировской городской думы, все действующие Депутаты Кировской городской думы Да, и нам наш продюсер, продюсер сегодняшнего эфира Володя Сметани наставил тот же опрос, который он готовил на прошлой неделе, а мы его не озвучили просто с Аней. Мы так были увлечены разговором с вами. Да, давайте поздороваемся со слушателями. Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый день. Здравствуйте. Володя готовил нам опрос. Он не очень подходит, может быть, к нынешней нашей теме. Но, в принципе, раз мы договорились с вами встречаться достаточно регулярно, можно этот опрос прямо так и оставлять и смотреть, как меняется мнение наших слушателей. Каждый раз. Потому что звучит он следующим образом. Депутаты, вызывающие у меня полное доверие в Кировской гордуме. Есть, нет, я не знаю ни одного депутата. Я депутат, я себе доверяю. Заходите, пожалуйста, голосуйте на сайте хакиров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы с Анной будем подводить итоги в течение всего нашего эфира. 211-101 номер телефона прямого эфира, 211-101, 8-909-720-101, номер телефона для ваших смс. Значит, первую тему, которую мы определили после нашей встречи на прошлой неделе, это все-таки школы. Школы, доступность, школы мы имеем в виду территориальная, больше доступность, да, как долго вы добираетесь до школы, ваш ребенок добирается до школы, есть ли возможность у вас ходить в школу у дома, есть ли возможность у вас отдать ребенка в школу по выбору, я не знаю, на учителя, на предмет. Что-то такое мы сегодня разбираем и напоминаем, о чем мы заговорили на прошлой неделе, это что наш центр абсолютно оголен. То есть есть старые школы, которые в большинстве своем переполнены, и есть точечная застройка, и застройка даже целыми микрорайонами внутри, потому что у нас освобождаются такие районы, как Квату, например, да, где сейчас такие вышки начинают строиться, и как Алые Паруса, где тоже понастроили высоких домов, нам непонятно совершенно, где там садики, где там школы, почему они запланированы. Садики там есть, а вот школы тут поблизости как-то я не припомню, что прям вот рядом были в пешей доступности для детей. Не очень все равно понятно, сдастся этот огромный парус, и там хватит садиков. Там детей не будет, наверное. Да? Да, может быть, там будут просто люди без детей жить. Это уже как-то это в новый сериал складывается. Может, там будут привидения жить. Вот мы хотим сегодня поподробнее об этом поговорить, и с вами, слушатели в том числе, еще раз, 211-101, номер телефона прямого эфира. Я должна сказать, я прошу прощения, я тебя любил все-таки вот буквально последних дней новость. Презентовали ведь новую школу, в которой у нас открывается новая школа впервые за 20 лет. За 28 лет, с 89-го года. Знаковое событие последнего 20-летия. В микрорайоне Зиновой. Это Валерий Владыкин сказал. Период демократизации у нас 28 лет длится. Да, город. Это новая школа. Мы как раз проводили. Вы были, насколько я понимаю. Да, мы там были. Мы проводили комиссию по социальной сфере в этой школе. Прошли по всей школе, конечно, не школа, а сказка. Я думаю, что на сегодняшний день это самая лучшая школа в области. Но тут, безусловно, без федерального финансирования мы бы никогда не построили такую школу. Мало того, что там уже готов и бассейн для того, чтобы уже в сентябре с первого дня можно было начинать уроки плавания. 12 душевых, оборудованы кабинеты. Единственное только то, что школа строилась по проекту, где закон предусматривает наполняемость классов 25 человек. И, соответственно, площади кабинетов маленькие. Под такое количество. Но дело в том, что там даже, например, 24 стоит место ученических и один маленький столик для 25. Я бы выбрала за столик, а почему для большников для индивидуальности? А если вдруг у нас будет контингент увеличен, говорят о том, что до 30 человек все-таки возможно увеличить. Ну, а тогда куда мы посадим этих учеников? До 30 опять хотели? Это федеральный закон в связи с тем, что не хватает мест. Сейчас идет обсуждение в связи с тем, что действительно вот у нас отсутствуют такие возможности, что всех обучать в первую смену и, может быть, нам увеличить наполняемость классов. А если будет 30 человек, то будет снова проблема. Хотя школа новая. Их уже усаживать будет некуда. Но там есть проекторы, их можно в коридор посадить. А вот как бывает, да? На мероприятиях публично. Я считаю, что тем ученикам, которые придут 1 сентября в эту школу, просто повезло. На сегодняшний день там уже наполняемость 750 человек. Мало того, что педагогический коллектив уже полностью... 40 педагогов там будет, да? Да, полностью и на конкурсной основе. Я думаю, что качество образования будет очень хорошее. Ну, будем надеяться, по крайней мере. И 207 пойдут первоклассников. А как это случилось так, Александр Викторович? И самое главное, лицензию получили. Еще с 1 сентября уже школа будет лицензирована. Но ее не получить нельзя, потому что это проект, который был уже согласован. По детским садам мы знаем эту ситуацию. Вот я сколько бился тоже каждый раз. Потому что первоначально, еще в 2013 году на Солнечный берег поехал такой со знакомительной инспекционной проверкой. Детский садик на Солнечном береге. Мне показывают бассейн. В бассейне воды нет. Я говорю, а что это у вас? Сухое плавание? Новый вид что ли какой-то? Нет, говорит. Просто нет лицензии у садика. Поэтому не имею права. А, кстати, она появилась, эта лицензия у садика? Через год где-то появилась. На сегодняшний день я вас могу заверить, что у всех вновь введенных реконструированных садов есть лицензия. Это хорошо. Пальцович, я не соглашусь. Он все говорит, Александр Викторович, биться. Ну, бросьте, Александр Викторович. Нормально, работа просто. Нужно чесаться раньше. Когда перед сдачей. Там вопросы есть в документах. Начинайте задавать документы заранее. Вот и все. Вот мы у нас в России, мне кажется, знаете, чиновники говорят, вот у нас соврал. Мы бились за это. Слушайте, ну, бросьте, это не сложнее работа, чем учителем, врачом, чем журналистом. Вот уже в НЕХО Москвы, вот это постоянные вралы. Они такие молодцы. Я вот просто восторгаюсь их мужественностью, остроте социальных вопросов. Спасибо. Да, Александр Викторович. Вот вы сказали, что в эту школу в Зиново был конкурс учителей. Для меня это удивительное сообщение. Потому что мы-то знаем, что учителей вообще не хватает. Не идут на учители. Откуда конкурс образовался? Учителей не хватает. Откуда конкурсы, почему? Вот вы бились пока, но в курсе, что не хватает учителей. И каких специальностей больше всего? Александр Викторович, в курсе. Для меня это тоже было удивительно, конечно, что там, да, ну, дефицит учителей именно по таким предметам, как физика, да, так и узкая специализация. Нет, подождите, Александр Викторович, кто вам сказал, что был конкурс? Это новый директор. Вам сказал, что был конкурс? Да, вам сказал. Полностью, это первый вопрос, который был задан директору, насколько, да, зная, да, дефицит. Что даже на какой-то предмет она не уточнила, было 15 человек по конкурсу. Да что вы, откуда же они все взялись? И почему же они все в эту школу? Удивительно, но я не думаю, что она лукавила ей какие-то цифры. Да нет, она в прекрасной школе во дворце настоящей. Хорошая школа, хорошая школа, нет, ну, бассейн, шесть дорожек, да, с трех часов там будет для жителей микрорайона, будет, ну, могут они и фитнес-зал там, и бассейн, и спортивная площадка для игры, футбол, волейбол. А Зиново вообще большой микрорайон? Да, прилично. Прилично. Я считаю, что это не сравним там с Лепси, Светлана, там побывать. Там рядом детский сад новый, да, был открыт. Это обусловлено тем, что там очень много домов, такой огромный микрорайон, и, наверное, может быть, в школу просто захотели перейти, кто купил квартиры там в свое время, потому что... Это, разумеется. Сначала проектируются школы, детские сады, потом микрорайон, и дороги социально... Мне кажется, что проектируются, а строятся наоборот. Нет, вы знаете, почему в Татарстане нет проблемы? Они, власть переложила сразу на строительство. Застраиваешь микрорайон и сразу за свой счет детский сад и школу, понимаете? И всю социальную инфраструктуру. Сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим... И про заниматься фигней строительства новых школ в Кирове. Наша тема, точка зрения депутатов городской думы. Нас интересует и ваш, слушатели, точка зрения 211-101. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Светлана Занько и наши гости. Татьяна Черезова, Александра Семакина и Владимир Журавлев, депутаты Кировской городской думы. Обсуждаем тему строительства новых школ в городе Кирове. Да, причем напоминаем, что обсуждаем строительство не только в новых микрорайонах, но и в центре города. Мы до перерыва с нашими гостями Татьяной Черезовой, Александром Семакином и Владимиром Журавлевым, действующими депутатами Кировской городской думы, обсуждали историю с сдачей школы в Слободезиново. И там несколько очень важных моментов, которые были отмечены. Ну, во-первых, что школа самая современная из всех, которые построены и существуют сейчас в городе Кирове. Во-вторых, большой микрорайон, где есть многоэтажки, новые молодые семьи, дети. И поэтому образовался конкурс даже на учителей, на какую-то специальность 15 человек на место было. То есть люди, которые проживают в микрорайоне, готовы работать именно здесь на месте, для того, чтобы не передвигаться по городу. Между прочим, тут еще экологическая составляющая есть. Вот где живу, там работаю, там отдыхаю. Она практически уже заполнена, эта школа. Школа на тысячи мест, 775 детей с 1 сентября точно пойдут. Значит, еще есть вакантные места. Это хорошо. Не совсем так, насколько я понимаю. У них нет набора в этом году, по-моему, в 9-й и 11-й классах. Сообщалось об этом. Да, эти классы. Поэтому поменьше немножко. А почему не набора? Ну, выпускные пока никто не пойдет. Выпускные классы, поэтому, мне кажется, что многие родители даже принимают решение закончить там, где учились. Да, учиваются в своих классах. Конечно, 9-й и 11-й классы, это очень серьезно. И тут нужно, знаете, еще отметить, что она на тысячу мест, учащихся в одну смену, в первую. Поэтому, если поднажать, может иметь и 1200, и 1300, и 1500. Не надо поднажимать, пускай будет одна смена по возможности. Предположительно, вот в этой школе, когда как раз что было заложено, это не просто школа, это центр дополнительного образования. Вы не забывайте, что по закону об образовании мы еще должны добавить допик. Это там балетная школа, музыкальная школа, спортивная, танцевальная и так далее. И вот в этом ФОКе, то есть это то, что пристроек этой школы, они совсем стандартные, где кроме бассейна есть куча, и кроме основного спортзала есть куча маленьких спортивных залов и помещений, которые для организации, вот как раз работы, так сказать, вне классной, то есть после школы, для дополнительного дошкольного образования. И она еще предусмотрена для того, чтобы быть центром спортивно-физкультурного такого обеспечения населения в этом микрорайоне. То есть, как уже сказал Татьяна Ивановна, Александр Викторович, не помню. За дополнительную плату. За дополнительную плату, но люди могут прийти здесь позаниматься с детьми, поплавать, может быть, фитнесом каким-то позаниматься. Это очень важно. Это выделяется от того, что мы делали до этого. Вот это было заложено в этой школе, и, слава богу, нам удалось реализовать. То есть, такой же центр притяжения. Конечно, да. Такой современный подход. У нас есть телефонный звонок 211-101. Мы говорим сейчас о доступности школ в городе Кирове. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Ольга, извините, пожалуйста, я перебиваю ваш рассказ о новой школе. Как-то уже все понятно. О перспективе строительства школы в центре можно сказать поподробнее? Да, скажем обязательно. Спасибо, Ольга. Ольга за центр болеет, и она рада, конечно, за жителей Слабо-Слабо-Тейзинова. И мы тоже рады. Но теперь вопрос, о чем у нас с центром города, действительно, он очень важен. Потому что вот огромная территория, во-первых, которая, еще раз напоминаю, освобождается от алых парусов до студенческого проезда. Вот это вот, где сначала сносили корпуса больниц, и там к вату. И непонятно вообще, как земля распределяется. Кто-нибудь видел вменяемый, внятный какой-то проект того, как там все будет застроено? Вот эта линия от Октябрьского проспекта до студенческого проезда. Видел кто-нибудь? Такого проекта нет вообще. Нет, на самом деле существует генеральный план. Существует генеральный план. Определены, видите, зоны для строительства. Насколько я знаю, вот сейчас проблемная с залами и парусами. Вот эта зона проблемная, которая обсуждается в свое время. Где хотят консурилить кто-конференц-центр. Да, кто-конференц-центр. Но это, к сожалению, вот я поднимал этот вопрос, и на комиссию выносил по городскому хозяйству, по управлению и строительству. Они сказали, что земля областного подчинения и город на сегодняшний день, мало ли что, не обращались. Они могут сделать в приказном порядке, там дадут нашей власти городской, они быстро выполнят, под козырек возьмут. Никто даже ломать не будет, а подходит это городу или нет. Но пока сегодня определено значение земли под общественное назначение. Под общественное, то есть может быть торговый центр, может быть выставочный центр. Татьяна Ивановна, вам известно, вот в этом микрорайоне есть необходимость в школе? Конечно, есть необходимость. Мало того, что если там вот 37-я школа, она переполнена, тем более старое типовое здание. Да и далековато до нее. И, кстати, и пристроение планируется к этой школе, потому что нет земельного участка. И если в свое время планировалось 49-ю школу закрыли, и детей передали в 48-ю школу, и там хотели что-то другое разместить, то сейчас... Татьяна Ивановна, давайте мы немножко по улицам территориально. Нет, я говорю, что это улица Горбуновой. То есть это вот как раз недалеко от этого как раз... Пониже Октябрьского проспекта туда. Да, да, да. И эта школа планировалась закрываться, а сейчас мы вынуждены открывать школу номер 22, перевести вот из центра контингент учащихся туда. А где эта 22-я школа? 22-я школа на площади на театральной. Сейчас там православная гимназия располагается. А учащихся этой школы мы перевели в 49-ю. На Горбуновой? На Горбуновой, да. Хотя дети... Там оставалось до этого времени где-то так порядка 300 учеников. И они полностью были переведены в 48-ю школу. 49-я закрыта. Не очень удобно для детей. А теперь получается так, что мы вынуждены ту школу вновь ремонтировать, открывать. Но уже там перенесли вот эту 22-ю школу. И там больше ничего вообще нет. И вот эти вот огромные многоэтажные дома, я не знаю, как там будет вообще решаться проблема с учащимися. И с детскими садами так же точно. Мы все строим, строим, строим. Я не понимаю, зачем. Вот то, что касается центра города, у нас, по-моему, администрация вообще не задумывается о людях. Люди против, а администрация строит. Александр Викторович? Ну, я бы что сказал. Вот есть программа, то есть есть перспектива увеличения численности школьных мест на 17-25-е годы, где предусматривается строительство новых школ в новых микрорайонах. Это 13 школ. Ну, не буду перечислять по каким. Про центр давайте, а то у нас уже слушатели поправляют. Пристроев, да, я уже поэтому и хотел сказать. К существующим школам. Да, есть, да, к существующим школам. Это 15 школ, вот я могу перечислить. 15 пристроев. Да, номер 30, номер 8, номер 58, номер 9, номер 27, номер 56, номер 71, номер 33, 42, 65, 74, 60, 47, 53, 62. Это не только центр, да. Это не только центр, это не только центр. Это ни одна школа, где находилась бы эта школа в центре города. Нет, ну почему, 58-я, 58-я милицейская, да, 30-я школа. 30-я школа, это уже школа Чупаева, да. А если мы будем говорить вот про этот вот район, который мы сейчас обсуждаем, то это все не здесь? Конечно, 14, 28, 24, 10, 16, 20, где они в центре? Да, это 14, это 10, 37-я школа. Нет, в центре ничего нет. В них на... Вот почему мы с Татьяной Ивановой тогда и били за 24-ю школу застрелить? Подождите, подождите, две истории сейчас. Две истории, подождите, две истории. Про пристрой надо тоже отдельно поговорить. Все-таки давайте вернемся вот в этот центр, который, так скажем, от Воровского, наверное, да, от Воровского и там до какой-нибудь улицы Розы-Люксембург, я не знаю, Трудая или даже Профсоюзной. По какой улице пойдем? По Карломаркса. По Карломаркса пойдем. То есть мы вот здесь вообще не видим никакого строительства, никаких школ и детских садов. Там ничего нет, и там главное, что нет земельного участка для того, чтобы... Некуда пристраивать. Есть областная земля, о которой вы сейчас сказали, которая залами поросами раз, и есть земля непонятного статуса на территории бывшего квоту-2. Так ведь? Да. Да, да. Но эта земля, по-моему, она выкуплена в собственность. Никто не говорит. Все говорят, по-моему, то Министерство обороны, то РПЦ, то чья-то собственность, и никто не знает, в каком она статусе. Земля бывшего квоту-2, это все-таки, конечно, уже не совсем центр. Я вам про землю квоту очень расскажу. Здесь есть коррупционно-криминальный подход. Ну, подождите, давайте мы про школу сначала. Объясните, пожалуйста, тогда, уважаемые депутаты, если вы видите, что необходимость строительства школ в этих конкретных микрорайонах есть, то почему вы не добиваетесь этого строительства? А хотите, скажу, а у нас принципиальных депутатов 2-3, но вот за школой бились только Татьяна Ивановна, Жулев, Владимир и Сандалович Витальевич. Все остальные занимали прямую. Вот наш коллега Александр Викторович, за что я ему пеняю, он ведь тоже занимал нейтральную позицию, он ведь не шевелся. Почему, Александр Викторович, нейтральная позиция? Хотя он замглавы города, освобожденный, должность и так далее. Почему не смогли добиться того, чтобы в этих микрорайонах были и запланированы, и построены школы? А мы с 2012 года добивали, чтобы была программа образования в этих местах на сегодняшний день действительно нет ни мест, да, и невозможность, да. Вот, в принципе, можно продумать, да, вопрос пристроя к этим школам, просмотреть этот вопрос. Опять пристроя к существующим школам? А куда? Вот у 16-й школы, например, мне кажется, там нет участия. Слушай, ну почему нам, например, нужен конференц-центр с современными залами, о которых Куземская говорит? Вот нет в Кирове конференц-залов. Ну, единственное, конечно, вот тот вопрос, который мы говорим, залами и парусами, действительно, там, ну, необходимость есть постройки этого школы. Как раз вот по требованиям роста. Извините, другого участка больше нет, надо вот это. Да, подходит вполне. Ну, так а чего же вы не собрались-то всей своей думой? И в конце, не то, чтобы решать только про рынок, а вот еще и это все. Светлана, ну потом, дайте мне пять минут, я пройдусь по всем. Я расскажу, как это не говори. Двое депутатов билось. Мы ведь не раз говорили о том, что давайте будем выстраивать взаимоотношения с депутатами законодательного собрания. Нет, до сих пор не выстраиваем. Давайте будем приглашать, вот, например, нам очень хотелось, чтобы Игорь Владимирович Васильев пришел к городским депутатам. Но не пришел. У меня не пришел. За год ни разу. Ни разу, но мне кажется, что до него и наши просьбы не донесли. Это прям когда Путин? Путин не знает, что у нас тут происходит. Но только Куземская же знает, а она его зам. Дело в том, что мы могли бы озвучить напрямую те проблемы, которые существуют. Но не слышат нас. Нет вот этого взаимодействия. И в центре города, я думаю, что проблема еще на долгие годы останется. Потому что вот эти школы у нас, они государственные по статусу. Прекрасные школы, которые готовят очень сильных выпускников. Но у них только лишь где-то с 2024 года, начиная, запланированы средства на проведение капитального ремонта. Это какие школы вы имеете в виду? Я имею в виду, это Вятская гуманитарная гимназия. Вот сейчас поставили ограждение участка, который планируется. Но дело в том, что там проблема с согласованием этого пристроя. Потому что управление культурой, вернее, министерство культуры, оно пока не дает согласования. Потому что памятник культуры... Да, зато у нас замечательно сносятся памятники культуры под строительство жилое. Я не знаю, какой-то все равно компромисс надо искать, если проблема в городе. А можно немножко тему все-таки поменять уже? Не надо менять, дайте я договорить. Сейчас, сейчас, я не могу договорить, Александр Викторович сразу же. И вот вы знаете то, что, например, по гуманитарной гимназии, ну какой-то компромисс можно найти городу и области. В конце концов, с теми службами, которые, вот Роспотребнадзор, ПОШнадзор, всегда можно найти что-то. Внутри ведомств можно договориться. Но мне кажется, что эта работа проводится недостаточно. Столько лет уже вот этот земельный участок и не могут решить проблему. Что касается, вот мы говорили, Кэпла, поподробнее еще раз в проблему в эту вникла. Мы говорили хотя бы вот... Экономика правовой лицей. Да, экономика правовой лицей. Что на Казанской вернуть вот исконно принадлежащую 24-й школе. Сейчас, когда вот так подробнее уже углубилась в эту проблему, то возвратить тоже невозможно, потому что у нас требование федерального закона обучения в одну смену. И вот на эти два здания, на Свободе, которые они получили после капремонта, и вот это здание на Казанской, оно полностью заполнено. Да, четыре начальных класса, четыре кабинета подначальную, где они оказывают платные услуги. Но это не решит проблему центра города. Вот, и также точно нуждается у нас вот и физмат лицей в новых помещениях и площадях, и клён. И поэтому, конечно, эта проблема остается открытой. Но нет возможности ее решить, пока мы не сядем за стол переговоров и не найдем какие-то... Хорошая вот здесь точка перед рекламой. Две минуты буквально рекламы. Александр Викторович, сразу вам дадим слово. Программа «Дневной разворот» продолжается, и мы продолжаем обсуждать тему строительства новых школ в Кирове. Сосредоточились на центре. Татьяна Черезова, Александр Семакин, Владимир Журавлев, депутаты Кировской городской думы у нас в гостях. Александр Викторович, пожалуйста. Да, давайте перед тем, как Александр Викторович вступит в разговор, мы все-таки с тобой предварительные итоги нашего опроса подведем на сайте хакера.ру и в нашей группе ВКонтакте. Это депутаты, вызывающие у меня полное доверие, в Кировской гордуме есть, нет, не знаю ни одного депутата, я депутат, я сам себе доверяю. На сайте 47% говорят нет, но, слава богу, дальше 29% говорят есть депутата, которым полностью доверяю. 18% говорят не знаю ни одного депутата и 5% я сам депутат, я себе доверяю. Я не знаю, тут юморист или депутат голосует за последние... На страничке ВКонтакте также 5% говорит, я депутат, я себе доверяю. Я думаю, что тут одинаковые примерно соотношения. Далее у нас голоса распределяются следующим образом. Все-таки самый популярный ответ 60% нет. Нет доверия. Нет доверия. Далее примерно на одном уровне, я не знаю ни одного депутата, думаю, и есть это вот там по 15-16%. Давай примем телефонный звонок, у нас слушатели на связи. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Надежда. Да, Надежда, высказывайтесь. Вот взят курс на обучение в одну смену. Так. Но это неправильно. Почему? А как же тогда дополнительное образование? Совершенно правильно. Мы говорим, что с помощью дополнительных учреждений сократится сразу в два раза. То есть они все будут во вторую смену работать? Это неправильно? А что плохого в этом? Что школа в первую смену, а дополнительную? Мест сократится в музыкальной, в художественной, в спортивной школе. Мест не хватит в учреждениях дополнительного образования, потому что там тоже в две смены занимаются. А тут придется в одну смену работать. Вы молодец, очень правильный вопрос подняли. Понятно, спасибо. Очень правильно, спасибо вам за вопрос. Александр Викторович, обещали. На центру. Ну, я бы хотел немножко тему поменять. Опять поменять? Нет, я не... Вы, конечно, тогда подытожите. Вы не увиливаете. Александр Викторович, тогда подытожите. Что у нас с центром? Я никуда не... Александр Викторович... То, что вопросов нет, да, стены всегда можно построить. А вы какой выход видите в центре? Какой выход вы видите в центре? Что можно здесь предпринять, чтобы появились все-таки школьные места? И надо ли это делать вообще? Или мы подождем? Я сейчас не готов проанализировать, какая-нибудь демографическая яма. Ну, она, демографическая яма, она, в принципе, уже и есть, и наступила. Ну, не сказать, что может быть яма. Александр Викторович, слушайте, будьте ответственны. Нам кажется, что Владимир Вениаминович мог бы рассказать историю всех наших мытарств по центру города, когда мы ставили вопросы на разных комиссиях, на заседаниях Думы, перед руководителями города. Давайте передадим слово. Владимир Вениаминович, в 2015 году уже наконец-то мы достучались, что все-таки под представительством Перескокова Александра Викторовича была создана рабочая группа по образованию, куда вошли представители общественности, депутаты, специалисты департамента образования, директора школ. И мы, вот почему родилась вот эта вот программа, 13 школ, которые будут построены, 15 пристроев, где очень серьезно изучалось потребности. Но, конечно, это все равно до конца не решает Владимир Вениаминович. Я прошу прощения, можно, вот я перед тем, как мы слово передадим, все-таки уточню, что когда мы говорим про 13 новых школ и 15 пристроев, я, насколько помню, была оговорка, в том числе на официальном сайте городской администрации, если будут деньги. — Это федеральное финансирование. — По федеральной программе, опять же, если это федеральные программы. — А будет она? — Но дело в том, что эта программа федеральная утверждена до 2025 года. — Как финансирование будет? Вопрос. Поэтому, а по центру города, конечно, единственное место, где можно построить, да, это залами-парусами. — Все, больше нет участков. То есть тоже столб переговоров с областным правительством? — Ну, конечно. Ну, как? — Иначе никак. Хорошо. — Только вопрос к компромиссу. — А вот по центру города, скажите, что у нас произошло? — Во-первых, с 2012 года, как мы стали депутатами, я получил департамент образования, вместе с Татьяной Ивановной нам дали такую табличку, где, понятно, уже была демографическая ситуация, Александр Викторович. Она была понятна, видна была по детским садам, по школам. И четко виделось, что мы просто не вписываемся по наличию существовавших на тот момент мест в детских садах и в школах. Мы об этой проблеме сразу стали стучать и говорили, что мы ратовали, особенно господину Быкову, вот каждый год в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году мы выходили, что нужна программа. Как решать вопрос, если нет программы? То есть мы выбрали, сколько не хватает мест, в каких микрорайонах вот эта работа не была проведена. Три года администрация города и глава города валяли дурака, просто ничего не делали. Это нужно четко поставить. И Дума, и городская Дума, большинство депутатов, ратовали трое депутатов. Вот они мы пытались бить, мы ставили вопрос, я ставил вопрос на то, чтобы принять программу. Татьяна Ивановна неоднократно говорила, депутаты голосовали против. Почему? Да просто никто не вникает в эту проблему, понимаете? Все хотят носить значок депутата, чваниться, быть важней по этому поводу, но то, что большинство депутатов не соответствует той работе. Почему вы, кстати, не носите значок депутата? Хотя я скажу принципиально, зато он у Александра Викторовича в костюме и в значке. У некоторых даже, я вам скажу, депутаты даже золотые себе знают. Я принципиально не ношу. Я не у вас, я не одеваю. Главное, не форма, главное содержание, главное работать. Мне значки нравятся. Я это учту. Я просто еще раз. Погодите, Александр Викторович, у меня просьба не перебивать меня. Вы любитель перебивать, не надо перебивать. Не знаю, мне так сказали, можно перебивать. Можно перебивать, сказал. Мне Владимир Швейтанин сказал. Нет, давайте все-таки, давайте мы эту тему закончим. Я спросил. Александру Викторовичу слово дадим. Так вот, эта программа наконец-то в 2015 году, когда мы написали губернатору Никите Юрьевичу Белых, еще до посадки до его, и Александру Викторовичу, что на 1 июля 2015 года президент дал поручение дать информацию по регионам. И ответственным, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, представитель правительства и глав регионов, сколько необходимо школ построить, сколько отремонтировать, сколько необходимо детских садов построить и отремонтировать. Так я знаю, что только буквально 9 месяцев назад мы в федеральный центр подали эту информацию. Соответственно, пока они ее обработают, мы получим финансов. Почему нет денег на сайте? Да потому что наши чиновники последние 5 лет валяли дурака и ничего не делали. Хотя вопрос президент обозначил. Самое главное, это детские сады и школы. Правильно я понимаю вас, Владимир Вениаминович? Несоответствующие чиновники нами управляют. Владимир Вениаминович, правильно я понимаю, что не хватает, я не знаю чего, человеческого ресурса, временного ресурса, компетенции не хватает для того, чтобы вовремя прогнозировать ситуацию и готовить элементарную документацию? А что не хватает? Вы считаете компетенции? Я считаю, что не хватает компетенции и оперативности в работе, и ответственности еще. Не те люди. Сейчас все равно Александру Викторовичу дадим возможность высказаться, потому что такой наезд был прямой. Он прямой. Владимир Вениаминович? Ну вообще я от оппозиции. Ну я хотел порождаемость еще сказать. Да, порождаемость, к сожалению, падает. И вот если у меня данные есть, в 2013 году было 8 тысяч. Александр Ильич, это не ваша задача, вы по школам и детским садам отвечаете. Так, 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 подождите, давайте мы, Александр Викторович, дадим высказаться. Меня предупредили, что у меня не надо... Слава Богу, за рождаемость мы не отвечаем, депутаты. Давайте мы отвечаем за уже родившихся. Подождите, Александр Викторович говорит о важной на самом деле вещи. Он говорит о том, что у нас сейчас вот тот период, когда огромная потребность в школах, а через какое-то, может быть, не очень продолжительное время может оказаться так, что школы будут стоять пустыми. Я правильно понимаю? Ну конечно, да. Мы сейчас выпишем кучу денег, начнем с строительства. И хотелось бы сказать, что именно содержание, то есть коммунальные услуги, они осуществляются за счет городского бюджета. То есть это надо тоже понимать, что не то, что мы там строим, это дополнительные затраты. Будет город. Конечно, я опять же, как вот на той неделе говорил, все же таки, я опять же ратую за частные школы, как за частные детские сады. То есть вот развитие, да, небольших школ. Почему? Потому что вот тысячи мест, опять же, в школе, я скажу, что это не совсем правильных. Это опять же идет от того, что от максимального дефицита детских учреждений. Да, детских школ. Поэтому... Ну а с другой стороны, кстати, здесь есть рациональное зерно. Здесь маленькие, в центре, да, именно небольшие школы, которые дают семейные, да, такие, да. Семейная обстановка, где я хотел плавно перейти, куда, где, кто, лидеры в образовании. Да, это вот есть наш сосед, да, Финляндия, где действительно образование построено, есть такое понятие релакс. То есть когда дети расслаблены, да, то есть, ну это можно сравнить как со спринтерами, да. То есть если стометровку бегун, он зажат, то он покажет очень плохой результат. О качестве образования поговорим во втором часе. То сейчас пока все-таки про обеспеченность закончена. Остается три минуты. Давайте примем звонок слушателя. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Татьяна Алексеевна. Да, высказывайтесь. Вот вы знаете, я хочу сказать, что ваш Александр Викторович вот говорит самую натуральную ерунду. Вот честное слово, что значит рождаемость падает, рождаемость возрастает. У нас всегда было это. Всегда. Но тем не менее школы строили. И думать надо о том, чтобы школы строить. А не отступить рождаемость или поднимется. Это вот мое личное мнение. Вот хватит вот этим заниматься, как говорится, демагогией. Мы вас поняли. Александр Викторович, есть возможность ответить? Я бы еще хотела... Давайте Александр Викторович ответить слушатель. Нет, я ему хотела бы задать вопрос. Давайте у нас все-таки отреагирует на слушателя, а потом уже будет вопрос. Ну, школы, конечно, надо строить. Вопрос, какие и где, и сколько. Если мы говорим про центр, нет возможности, ну и что теперь делать. Но всегда находится, всегда можно найти какое-то решение этой проблемы. Я вижу и в строительстве, да, может быть, и открытие небольших частных или универсальных школ. Почему? Потому что весь мир идет именно, что уходит. Так уже этим путем идет и Москва, которая строит садики-трансформеры, школы-трансформеры, которые можно использовать многофункционально. Но они только в этом году начали сдавать такие объекты. А готовились к ним 10 лет. Я согласна. Придумывать велосипед давайте возьмем. Просто возьмем хорошее время. Мы будем делать опять дополнительные ошибки. Я хотела бы, чтобы Александр Викторович после перерыва назвал те примерные хотя бы адреса, где можно осуществить то, о чем он говорит. Уважаемые коллеги, можно я подведу итог? Смотрите, куда вас потащило. У нас есть закон об образовании государственной, который мы должны обеспечить детскими садами, школами с определенным стандартом. Допообразование. Все остальное это частный бизнес. Есть стандарт, и мы его не выполняем. А все остальные фантазии Александра Викторовича. Ну пусть создаст частную школу. Никто не против. Но мы не выполняем, господа, стандарт обычный. Все роскошь, развитие, это сверх стандарта. А вот Игорь Владимирович Васильев, между прочим, с вами не согласный. Он говорит, что не важно, какие будут садики, государственные или частные. Главное, они должны быть. Хотите, скажу, если Игорь Владимирович так говорит, ему делать нечего. Место в государственном органе возглавлять его. Ваши отношения понятны. Понятно. Сделайте государственный стандарт, который президент... Все, Владимир Владимирович, спасибо. Спасибо вам новости, тематические программы, реклама. Вернемся в 12.06 и будем с вами, слушатели, и с нашими депутатами разговаривать дальше.